Блин, знаете, в чём будет печаль, точно? Потому что я уверен, когда в записи покажется потом в ВКонтакте на Ютубе, там будет отставать звук. Это уже 100%. А почему это? Я не знаю, блин, меня это бесит. Ну вот с ОБС, знаешь, таки есть проблемы. Я стримил Вольфенштейн уже два раза, и у меня оба раза отставал звук. Но там такие длинные стримы были просто, дико длинные, но как бы это, в принципе, нормально. Раньше нормально было. Так это может они вот сейчас с ОБС конфликтует. Так, ну как там, посмотрите. Есть что-нибудь в Лайфтон? Витч. А, да-да-да-да. А у меня не включит, потому что у нас групповый звонок. А, ну потом, Джо... Нет, ты это, сфоткай. Сделай фото и скинь в чатик вообще. В чатик? Да. Нет, в чатик не буду. Ну, ну сделай с ним, ну скинь нам. А нам скину, ты вдруг её запостишь. Ну, на картинку поставишь. Не запущу я ничего. Так, ладно, ребят, всем снова привет. Сейчас за геймпад перешёл из рук Михалыча в руки меня. Я Дима, я же F601. И, прежде чем, у нас в нашей конференции сидят все те же люди, кто сидел раньше. И сегодня я буду проходить, точнее, пытаться пройти для вас игру с TurboGrafx-16, точнее, с японской версией, это PC Engine, под названием Final Soldier. Игру, которая была выпущена компанией Hudson Soft. Можно сказать, что Hudson Soft её и сделала, но это не так. Разработчиком данной игры является компания Now Production, которая вам абсолютно неизвестна, поскольку она в начале своей карьеры была подразделением просто Hudson Soft. И для него сделала такие, как Adventure 2, 3. Нет, это же Adventure 2, это же Kung Fu. Но этого не слышали, всё. Итак, ну это классический шмап, как любит там Коль, и сейчас я вам его продемонстрирую. Тут говорят, в 12 ночи по Москве твич упадёт. Так, судя, как там сейчас со звуком. Это у нас такая стартовая заставочка. На графоне стоит достаточно для TurboGrafx-16. Да уж, нехило. Что ж. Чем отличается эта игра от других игр серии Soldier? Ну, как вы знаете, это целая серия видеоигр. Там, допустим, Star Soldier, Superstar Soldier и там какие-то ещё несколько. Я не помню, они выходили на поздних консолях. В этой игре мы можем выбрать себе оружие, как оно будет выглядеть. Так, это надо зайти в сетап. И вот, смотрите, у нас есть лазер. В лазере есть несколько вариантов стрельбы. Это стрельба просто вперёд. Это стрельба вот такой вот... Режим Spear, то есть такой очень стильный сгусток энергии. И стрельба пузырями, которые летят во все стороны. Ну, я поставлю, пожалуй, Spear. Так, и Beam. Ну, тут я использую всегда этот Viper. Сколько Viper очень быстрый и очень мощный. Вообще, одно из них любимых оружий. Fire, ну... Пожалуй, я поставлю по дефолту, я всё равно его практически не использую. Так, и ракеты. Ракеты у нас бывают, которые наводятся по цели. Которые стреляют просто вперёд и летят очень быстро. И которые стреляют обратно. Поставлю сам наводки. Уровень сложности есть Normal. И, внимание, никакого изи нет. Есть Hard. Есть Expert. То есть игра явно невнимальных девочек японских делалась. Поэтому... Ну, я буду играть на Normal. Я надеюсь, что так я проведу. А, DashGore ушёл. А, Twitch, DashGore. Я обновил. А, ну, это 5 Twitch. Да, ну что ж. В общем, Normal Game. Сколько ты играл, была, так сказать, турнирная, то... Логично, что у неё выходило... Ну, как, в ней было несколько режимов. Это играем на 2 минуты. Чем больше очков ты наберёшь, тем лучше. А, так, скорость увеличу. И игра 5 минут. Тоже на набор очков. Так что в этой игре можно увеличивать скорость. Тимулирую, точнее, скорость корабля. Я играю на двоечке обычно. Иногда переключаю на тройку. Как это можно было делать, конечно, в Ганнаке. Но об этом не стоит национал. Как вы считали, он непроходимый. Он бы узнал вам Коль. Узнал вам Коль, да. Так, ну, как видите, пауэрапы есть. Вот я пока собираю классические. Так, это В, пауэрапы. Которая увеличивает мою обыкновенную пушку. Так, вот я взял лейд. Сейчас у меня максимально прокачан лазер будет. Так, Ф. Я всё жду. Где же Е? Так, ещё. Ракеты. Так, и второй кораблик-помощник. Вот, отлично, я попал. Всё, больше теперь не буду иметь оружие. Что по поводу здесь кораблей-помощников. Они, ну, просто стреляют. Никакие вам дополнительные удары не дают. И вы в любой момент можете один из этих кораблей взорвать. Что такое пустит волну по всему экрану. И уничтожит там всех врагов. Находящихся. Такая интересная особенность. Кайп. А, что? Блин, чего? Кайп. Препословно. Так, так же ещё по поводу того, что у вас не убивают с одного удара. То есть, в каждом ударе вы вытираете единицу своей прокачки. Ну, это, в принципе, очень хорошо. Тут оружие качается. Что? Тут оружие качается, да? Да, вот сейчас у меня максимальная прокачка оружия стоит. Уровень здесь лично короткий. Не успеваешь надоедать. Ну, не успевает надоедать. И, собственно, классная музыка. Вот и всё. Блин, как же я обожаю, когда здоровая пушка стреляет из маленького корабля. И да, тут два босса на уровень. Вот это первый босс. Какая жесть. Всего босса в два, ну, вот я его убью. В каждом уровне два босса. То есть, один такой, ну, как в Ганнаке том же, да? То есть, один такой полубосс, а второй полноценно настоящий страшный убийца. Грушка, правда, вышла раньше, Ганнака. И поскольку турбографика всё-таки это консоль для скроллеров, то она была достаточно неплохая. По сравнению с другими скроллерами, которые не выходили. На самом деле, я играл во многие из них. Это я отметил, как самый достаточный, ну, который мне сразу всё-таки понравился, так сказать. Ну, ни один из них я так и не прошёл за скроллер, так надеюсь, сегодня я это исправлю. Да, то есть, я дохнил из турнира пятого, что ли, из шести. Потом нам просто надоело, я не смогли пройти до конца. Велик, задавай вопрос. Пора уже. Вопросики, вопросики. Блин, мне нужно пациентку. Больше вопросов, больше. Вопросики, вопросики. А Пауч ответит, да. Путь для стрима по Alien Soldier. Мне кажется, для этого надо Крюпича приглашать. По-моему, эксперт по ней. А Брикман проходил? По-моему, да. Вроде я, я знаю, что я слушал, что ты он эксперт. Так, босс появляется. Кстати, по поводу... Что я такое хотел сказать? А, ну, были такие сложные враги, которые тебя убивают с одного касания. Я не успел вам показать, то... Так, первый босс, это вот такая интересная штуковина. Первую форму победил. Встала вторая форма. Она начинает жутко спамить там своим оружием, но... Я настолько сильно прокачан, что как-то уж и... И не погодить меня. У тебя только два кораблика может быть. Да, максимум. Я их сейчас даже не использую. Ооо, что за жесть. Сейчас была. Это такой графон. Прикольно. Надо спасить. Спасибо сказать, точнее, возможности турбографикс. Точнее, DC Engine. В Америке, насколько я знаю, эта часть не выходила. Выходил SuperStall Soldier, и я только что получил урон. И у меня оружие менее прокачано. Ну, в принципе, как раз этот SuperStall Soldier, он попроще будет. То есть, там нет выбора оружия, и... Ой, еще получил урон. Плохо. Ой, что это было только что? Что за водород-то сделал? Это... Суперудар? Да, это я одним корабликом пожертвовал, тут же подобрал второй. Угу. Так, мини-босс. Будут тережки такие, и следующие стороны в сторону. То есть, кораблик это... Бомба, по-совестительству. То есть, он как бы еще стреляет, и его может в момент потратить. Бедный пилот этого мини-кораблика. Я думаю, это автопилотирует кораблик. Кто вон-то и не сидит. Я надеюсь. Да, все. Мини-босс, так сказать, пройден. Прин, и надо было флерт взять. А, ну, и не надо было, все. Сто у меня и бим прокачан на максимум. Каждый раз, когда я беру этот новый кораблик, я трачу старый. Что-то... А, обновляешь? Ну да. Зачем он мне нужен? Хе-хе. Все-таки, игрушка шмап, поэтому начали отвлекаться не могу. То есть, я вообще его не читаю. Он у меня есть, но я на него... Смотри. Где-то... Что-то есть, там какие-то просики. Есть? Ой, я поранил. Давай, давайте, народ, вопросики-вопросики. Польша. Стрим по чужим. Кто чужих может пройти? Чужих? Не знаю. Никто? Никто. Я чужих? Нет. Мне вообще не нравится, допустим, на NES. Мне вот тоже. Я не играл. Я в детстве играл больше. Делайте стрим по Скуби-Ду. Какие мастеры, по мастере, что ли? Крестика, что ли? Ну, Скуби-Ду. Или там еще были? Не, ну там вот два эти... Два квеста вот эти. Да-да-да, вот они прикольные, на самом деле. Да, два квеста. Это будет интересно? Я-то могу, в общем-то, в любой момент. Хоть нелегко холиводить буду. Как попасть, как я два под фрибесты. Ха-ха. Ой, я... Ты на самом деле написал, но там много. Я так не помню. На NES я играл. Что-что ты играл? На NES, не там, ДДС. Ты же тоже играл? Ты не поверишь, жуда, я играл на NES. Я поверю, поверю. Как странно обладать НДС и негатив. Так, босс. Ух ты. Куда он, не зап... Я что-то шпукался. Сейчас, пуми, так вылетел. Блин. Интересный босс лить на самом деле. Такое... Не совсем, не сказал бы, чтобы систему сложно, но такое количество пыль у него огромное. Надо маневрировать корабликом. Благо, конечно, само собой управление в этой игре отличное просто. Это одно из самых шикарных управлений, которые я так в общем-то знаю. То есть, он очень чувствуется, как бы, ну чувствуется кораблик. То есть, надо увернуться, и ты уворачиваешься. Как вам Гоустрик и Феникс Райт? Что есть? В Гоустрик я играл. Ну, я его, в принципе, прохожусь в текущий момент, очень нравится. Феникс Райт. А, это личнее АДС, да? Да. АС, 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 АТОРНИ. Я не играл, никто не играл. Ну, Гоустрик, кстати, советую, прикольный груз. Мне друг про нее, про Феникс Райт, много чего поведал. Жар птиц правдов. Да. Зуллин может много чего поведать в Феникс Райт. Я всегда вспоминаю пародийное видео про башку сапог. To the head. Человек поделился на болевшем, что его очень раздражает Скобиду, потому что похож на его соседа. Собака похожа на его соседа? Да. Блин, но Скобиду на Сеге-то вообще не в этом дело, там же КВ-то очень хитарно. Че, человек, нам просто жар... Прям в стрит? А. Ну, такой вроде, бобов. Добавляйте жара. Я добавлю жара. Я первый. Ох, ладно. Все, все, прям жара добавили. А я позвоню ему тогда. Так. Так, это первый мини-босс, экстредион какой-нибудь забав... Ух ты! Какой он... Трал, у него со мной водка шли! Да. Тем не менее, все так неожиданно, я аж не ожидал. Алло, алло. Привет, Жар. Здравствуй. Привет. У меня вопрос сейчас... Короче... Ничего, он не продолжил. Черт... Короче, сейчас я снова начал, так что я тут еще долго. А я так понял, что мне с этого стрима придется все-таки возвращать пресет на пониже. Потому что... ЛАГАЙТЬ! Я че-то потерял... Я че-то потерял... Да, стрим не лагает, да? Не лагает, не лагает. Не лагает, не лагает. У меня иногда... Нет. Случаются. А так, не знаю. Может, так он... Нет. В общем-то, нормально. Ну, блин, да. Я надеюсь, что записывается, хотя бы хорошо. Черт возьми, что за жесть. Когда в тебя тыкают врага, это не весело. Как тебе Ghost Trick от НДС? Я не играл. А, кстати, да, вот интересный разговор этот про НДС такой идут. Учитывая то, что это у меня одна из любимых прототивов, я бы даже сказал. Может, я даже в Орме присоединился. Вовремя, наверное, поскольку у меня тоже играл в Затем КНДС. Тогда вот такой вопрос. Я бы сказал, что у меня, конечно, ГБА любимые, но учитывая то, что в него можно играть на АТС-ке, автоматический ТС таковой. У меня к вам вопрос тогда по поводу такой игры. The World Ends with you. Кто-нибудь играл? Это который... Скворечник, что ли? Да-да. РПГ. С Поречниковой. Мне показалось довольно хороший. JRPG. Она хорошая. Мне она не понравилась тем, что вот ее там как там сюжет и проходишь его, ну зашибись. В конце там все вроде как, ну все, ты уже присвиделся, тебе в фигах и второй раз тот же самый сюжет заново. Ну, вернее, не то же самое, а как бы примерно то же самое, только по новой. Проходишь его и опять то же самое по третьему разу. Вот у меня вот это единственное в ней. Ну, совсем. Там, по-моему, три раза надо игру проходить, блин. Три раза. То есть, для чего-то типа. Сажать. Там сюжет минул такой. Ну, за разных персонажей просто как бы, ну, знаешь, как ты тут... Нет, я люблю, конечно, такие сюжетные повороты. Тот же Final Fantasy 6, когда ты там проходишь какого-то босса, тебе кажется, ты прошел игру, а там на самом деле конец света случается и все по-новому. Ну, там, блин, все хорошо, но надо было одно прохождение делать, потому что слишком затян получается, по-моему. Понятно. Одно у меня снова босс, я его прошел. Так, третий уровень проиграл. А феникс райт? Феникс райт это кто-нибудь играл? Я только видел его. Мы с парнями запускали на НДС его и наугад играли в него. Там, что надо сделать? Дунуть, там, микрофон, еще что-то. Вот так вот играли немножко. Больше я его не видел. Блин, на самом деле, ну, конечно... Не, игра классная, но если играть, это не классно нифига. Во-первых, если кто-то играет даже на английском языке и не знает английский, то лучше мне вообще не играть. Ну, вот поэтому там и разбирались иногда. Блин, что-то у меня скайп периодически пропадает. Не знаю. Не, у меня вроде норм. Нитилайден на ДС крутой. Ну, он нормальный там, но, как бы сказать, там, в отличие от иксбоксовских аналогов, а он вышел как аналог для иксбокс, ну, то что выходило на иксбоксе и на PlayStation 3, там один меч у тебя только всего и больше нету никакого разнообразия оружия. Да, так он прикольнее. Подожди, почему ты его называешь аналогом? По-моему, там вообще совсем... Ну, отдельная часть, да, совсем другое, но он выходил, типа, Гайден должен выйти. Я думаю, что у меня сперли корабль. Тут есть враги, которые выруют корабли. Уммм, только что у меня прилетели и сперли корабль. В Костелуане три части там говорят, ну да, я вот одну проходил про все. Где полторы? Ну, да. Спорт я там классно. Что-то там классно было. Что-то там классно было. Вообще я помню, когда она только появилась, я сразу так активно начал мне игру покупать. Да, да. Да, да. Да, да. Это было очень удобно, потому что у нас был магазин, где эти самые японские оригинальные картриджи продавались. И там вот сразу две части этого. Осу взял себе. Хорошие. Такие времена были прекрасны. Ты сначала или битэджинс прошел, а потом... А я довольствовался одним картриджем для ГБА на свои ДС, когда я ее купил. У меня был скейфайтер альфа-3. Какой ДС начинали? С первой самой фатки или с лайтов? У меня с фатки. Я начинал вот с самой самой, вот как только появилась, да. Розовенькая у меня была. С нинтендокс комплекта. До сих пор уже, но... Какая-то... Продония там уже левый этот самый, левый шрифт уже так хреновенько работает. Он у меня очень быстро шатался. Чуваки... Чуваки... Это... Тут чё вспомнить... Тут писали про ловцев шадоу, говорили? Кто будет играть? Когда выйдет... Коль, посмотрю, что blind пишет там. Ответь в чате. Добро. Блин, сперли два корабля только что. И стилеры, вообще... На здоровье. Думаю, добро будет. У меня обновился чат, он написал, которое будет 14-го числа. Стрим. Он хочет прорекомнить стрим. Стрим? Ну... Ладно. Хорошо. Пусть рекламирует. Как тебе скрыли по мошкам? Как больно смотреть. Как мне больно смотреть на 3% загрузки, блин. Так что было 8. Эх... Главное, что ты отрендерил, и всё нормально. И рендер не слетел. Угу. Ну там просто только половина пока. Так это, по поводу Lords of Shadow. Вот уже... Разговорил, в принципе, прикольное. Но... Считай, она всё-таки затянутая. Мгновата. Слишком много... Этого... Моментов, как, в принципе, персидска, мало битв, по-моему. Потому что я проходил на боксе и меня... Не хочется ещё раз играть, честно. Ммм... Так... Ох ты, господи, конец. За токи. Блайнд свежь отрекламировал DuckTales, мне просто вот сейчас я подумал, интересно, сколько ещё канала будет его... Будет он выиграть. На самом деле будет много на твиче. Да, я умер. Наверняка был просить. Я думаю, он будет сразу начинать стримить. А он на чём... А он на чём сначала выходит? На приставках? Или на всём, по-моему... Так он на иксбоксе, по-моему, с задержкой выходит. Да. Нет, он на ПК даже на тень раньше выходит, чем на концов. Да, по-моему, в такую игру лучше самому сыграть. Ну да. Ты говоришь, я сам хотел его заферстранить. Я чувствую, все в первый день будут сам на стримах его проходить. Ну вот, Муртал, когда вышел на комп... Да. Он у тебя. Ребят, я с вами не слышусь... Так что, Плайд, можешь? Не жаль, я тебя перебью. Но вы видите по поводу него так, что... Как будто это будет совершенно новая игра. С совершенно новыми невидными уровнями. А какая разница? Да неважно, всё равно все захотят его постримить. Как их нравиться. Именно ферстроном. Это же будет тот самый, да и тот же самый, да и Телс. Допустим... Это буквально позавчера Rise of the Triad 2013 вышел. В принципе, если бы у меня был хороший комп, я бы мог его постримить. Подожди, у меня сейчас какое-то откровение. Чё это за Rise of the Triad 2013? Новый, буквально недавно, ремейк классики. То есть прям ремейк, а не новый? Прям ремейк. Прикольно. А это чё такое, с кикстартера что-ли что-то или так? Или реально, прям официально? Да вроде нет, официально так. По-моему, на приставках и на компе. Вот, на стиме. В стиме есть. Вдруг скачал и говорит, о-о-о. Прикольно. Крутое, и я такой поспрашивал всё как в оригинале. А честно говоря, вот мне лично оригинал нравится не очень. Я так поиграл тут, думал даже постримить сначала, но уровни запутанные, блин. Не, ну блин, я не знаю, ему это оригинал нравился, когда он был новинкой в своё время. Тогда это было вообще офигенно. Прыгать можно было, то что он на стенах пулями писать. Офига знает. Я конечно не знаю. Серьёзно. Чего там? Где он даже не в этом, не в... Ой, да. Всё нормально. Просто вот... Здесь всё, здесь ситуация как с Вольф 3D. Хорошая вещь. Легендарная. Но сейчас не могу я в него как-то играть. Слишком запутанные уровни. Возишься, возишься. Я вот недавно начал перепроходить. Там прошёл первые три, наверное, эпизода. Ну причём даже так сразу на харде там начал. В общем-то там не особо так сложно. И вот застрял на каком-то уровне. Вообще вот без карты я там потерялся, нафиг. Там бы карту добавили. У меня вот на три эпизода и хватило только. Ах, их шесть. Ладно. Чё там было? Тут меня спросили, скачал ли я плюшки с PlayStation Plus. Да, блин. Естественно, как всегда, мой жёсткий диск страдает. Хотя там... Ну хотя там Mafia 2 сейчас на халяву, блин. Need for Speed я наконец-то попробовал. Может, вон тут новый. Тоже Burnout. Да тот же самый Burnout. Только Need for Speed. Мне не понравилась одна вещь. В этом... Burnout о спиде. Отсутствие сплитскрин. Ах, это полный. В смысле? Там нельзя вдвоём, что ли? В двоих, что ли? Да, я не нашёл. Да я не знаю, мне вообще Burnout Paradise, я немного был разочарован. С Burnout'ом сделал. И вот сейчас я был... Чего? Ну... Сплитскрин в соединенных играх своих. Сплитскрин? По-моему... Просто что-то я не помню уже давно NFS со сплитскрином. Вот печально, это на самом деле очень тупо выпускать на консоль, по-моему. Гонку без него. Ой, учитывая то, что сейчас там все в сети сидят, то это уже, по-моему, просто тенденция. Ну тенденция-то понятно, но CRMAPS глупо. Ну да. Ну, вообще, конечно, тут чувствует сказать, что это уже и не совсем NFS. Опять равно. То есть даже как и Burnout, вот, не совсем Burnout. Тут уже и не совсем NFS, всё в том же духе. Что? Кстати, вот ещё вспомнил, хотел сказать, Жар. И как только после твоего ностальгического стрима, я тут подумал, что надо бы уже перейти на корейский билл DOSBOX. Чего? Кого? А, DOSBOX? Да. А чем он отличается? Ну, он там удобнее, там, можно на ходу менять, там, тип ЦП, там, вывод, там, раны, там, ну... Да, этот, конечно... Да он вообще как... Ещё, да, самое главное, это клайк эмуляция. Мне не нравится то, что у него, когда делаешь этот самый ресет, обычно он сбрасывает все настройки, даже... Экран сразу куда-то упрыгивает. В дефолтное состояние. Ну, в принципе, надо было. Есть. Меня, на самом деле... Меня, на самом деле, убил, вот, что-то он меня сегодня... Потормаживал, конечно. Это был трудный босс. Я не знаю, как ты прошел. Ты это сделал. Молодец. Так, сейчас... А ты, на какой сложности, на харде играешь? На норме. Я, ты бы ни разу не проходил. На харде. Это... Я бы, я думаю, не дошел бы на харде. А на как? Она вообще, к какому разряду подлежит? Просто... Или bullet hell? Все. Я и просто пока не вглядывать. Просто шмак. Нет, тут bullet hell такого нет. Господи, вот это какой-то ад пошел уже. Особенно виздоп оружие это проходить. Сказал про bullet hell и... И... Понеслось. Значит, вообще, все медлежит. Да, что-то... Да тут, скорее, это самое. Тебе фон мешает, чем... Больше, чем враги. Вспомним игру Брикмана, да? На первом... Я сказал, он тут же замедлился. Да, он тут же замедлился и врагов что-то убавилось. Игра нас слышит. Следующий раз спроси, что-нибудь еще такое. Лиша на игру. Может, игра в скайпе тоже с нами? В конференции? Я не добавлял. Нет. У меня сперли кораблики, я имею в 611 все взорвать добавок. А сейчас, кстати, стилеры кораблей прилетают, а у меня ничего нет. Нечего у меня воровать. Отвечали на вопрос. Вам иногда охота вернуться в 90-е годы? Стать школьником? Нет, спасибо. Нет, я думаю здесь, что просто тут ностальгией, что мы тут занимаемся вполне достаточно. Ну да. А вот просто вернуться, это... Ой, на 90-е... С таким же возрастом, как сейчас. Мне бы хотелось вернуться запутками. Это было бы... Пробо совсем хреново. Да я бы... Потому что... Карик и Дэнди бы у всех собирал. А потом бы... Нет, я хочу... Молчало нулевых, когда их выкидывали активно, там их не собирали, а сейчас продавать за 5000 каждый. Блин, я умею. Я бы с одной целью так же вернулся в 90-е, чтобы записать на видеомагитофон Sonic Super Ёжик передач. Потому что нигде не найдешь. Взял. Не, если вот с тем же возрастом, который сейчас, там это было бы хреново, потому что... Приходилось бы работать и нехило так. Ты не хреново, нет. Не знаю. Я настолько сейчас зажрался, что я сейчас не хочу туда. Мне сейчас хорошо. Да. Блин, Бой, сэш, хочется еще ремейк Микки Мауса взять. Ремейк Микки Мауса. Наверное, наверно, сэки дороже будет. Вас были чуваки в малиновых пиджаках. Вы были чуваками в малиновых пиджаках сами. Да, знаете, какие мы там были, скилованные игроки. И, там, все друзья, там, не могут пройти ко мне. Ну, типа, да, типа тех чуваков. Экспертов по видеоиграм, да. В первую очередь. В новой реальной игре. Кто там рассказывал. С компьютерным гением был. Да. И составлял книгу правильных правильных. И управлял бы постоянно. И рассказывали бы, что в Ghost and Goblins надо собирать платы. Чтобы получить больше оружия. И что там еще. Чтобы оружие было сильнее. А пони за безопаснее? Да. Вообще поверху, по-моему, безопаснее. По-моему, на поверху там эти стрелки. Выбирайте сами, короче. Там эти же поверху цветы. Ну да. Ну и все, там больше ничего нет там. Ну а, неправильно. Ага. Не, ну цветы просто убиваются. Блин, это стрелки вырывать. Вот ты цветы можешь убить. А если ты идешь по низу, ты цветы не сможешь убить. Они тебя будут стрелять. Ну так-то да. На зомби. На зомби там и там есть. Угу. Если бы я вернулся в прошлое. Вернее, даже это не если бы я вернулся. Я думаю, если бы Пашка, Киноман, вернулся в прошлое, он бы взял с собой картридж с этим, с черным плащом, доработанным с антиплащом, и всех бы им троллил. Показывал бы, что там реально в конце антиплащ есть. Больше никого бы такого не было. Или ЧПДЛ, который переработанный. Он и с будущего, короче. С роботами. ЧПДЛ-3 настоящий. Не, я бы разобрался с звуковухой по поводу того, что я долго не мог найти дрова. То есть они, оказывается, были, но я их нашел только через год. И потом поиграл бы больше в дыне. Их больше... Просто опять же, в БЖ я играл бы тогда, на том же сборнике там был. на симулятор. Но я как бы просто... Потому что мы его попрошел, поиграл бы там в большие игры, там же Мизомэном. Сливаю жизни одну за одной. Ладно, на самом деле всего. Что-то ты вообще да, действительно творишь. Да, я слился. Я не ребен. Вот такие штуки неприятные за то улетают. Серега Мэн. Да. Ладно. Кох. В скайпе у нас... Поля Кухар, Дима, Систила, Джо Бананас, Жар, Рома, Девилей и Михалыч, то есть я. Я так и знал, что случится, когда я прослю все оружие. Я просираю все оружие, и игра становится просто адски сложной. Естественно. В этом уже смысл. Я надеюсь. А, тогда ты еще не даже не знаешь? Нет, я даже не знаю. В начале знаю, кто-то как появляется, поэтому... Оборачиваться, перекатываться, я вполне могу. Блин, вот на самом деле, что после генемовера можно настроить оружие. То есть, ты чувствуешь, как у тебя оружие настроено? Неправильно. На этот уровень ты можешь взять и просто перенастроить. Надо бы лазеры перенастроить, на самом деле было бы. На, пузыри. Великий человек, Лухард еще не играл. Во что? А мы, кстати, решили, во что? Ты будешь играть. Блин, во что я буду играть? В смысле, в принципе? Да. А я не знаю, во что я буду играть. Народ, а во что вы хотите, чтобы я поиграл? Кстати, помнишь, мы обсуждали игру про подводную лодку? А, так я ж не смогу. Можно ее... Ну, можно ее, но на аркаде. А, как игра называется? Линдахант. А, блин, я хотел с тюнеров поиграть. Ну да. Ну, может тогда что-нибудь другое на тюнере. Мегамена шестого. Шестого. Скуби-Ду, Скуби-Ду. Простать я бы. Формуль шекровый. Формуль шекровый. Какая-то есть такая формула, даже полный комплект, фоникомуский. Как она называлась? По-моему, Дима ее хвалил. Ты про кого? Формула? Да. Какую? Сейчас скажу. Один. А, Final Pop. Поняла? Да. Она хорошая относительно. Что за хрень? нет отрыли от нет у нее это жесть на настроить 1 3 господи island 3 я не проходил дальше третьего уровня и я могу чисто поиграть вот просто разные игрушки то что хоть будет такая такой сборник солянка даже то я смогу пройти в какой в той или иной игре что за такой шпюле сеть полета это выдавает продавал то они сомняты му аромат зиму всего все за тройку кули кулинах дает свои самые сложные игры мне самая сложная игра и коли двое надо от которой осадится сейчас надо Но только то, что у меня есть в коробках. Я натарик. Пусть жар пройдёт. У тебя явно много с этого срока есть. Сейчас скажу, что у меня есть. Cobra Command. Да, Cobra Command есть у меня. На Famic? Не, не на Famic, а на TenZ. Коль, я понимаю, ты хочешь... Не знаю, что у тебя сейчас проходят. Через тюнер, но я хотел предложить ещё раз одну... Ещё разок попробовать этот... Ninja Cats. Хак тут бешеный. Оооо... Это долго. Ты сам пробовал мне выиграть? И не собираюсь, поэтому я прошу тебя. Вот, а ты знаешь, что там в этом седьмом уровне творится? Ты видел, как я его играл? Да, поэтому я тебя... А ты знаешь, какой там воз? Ты помнишь, что я не смог пройти за полтора часа уровень, А в конце там такой жёсткий босс, А вот с сейлами не смог пройти. Ого. Я... Я... Там буду сидеть и жить на этом уровне. Жить на уровне. Жить на уровне. Хотя топ-гам, что-то уровень есть. Вроде да, вроде должен быть. Ну и Вадим... Я не знаю, все три есть. Ого. Вадим пишет, что удалил фото, а потом программа восстанил файлы повредённые. Похоже, что... Никак. Я как-то однажды тоже так восстанавливал удалённые файлы. У меня они... Почти все... Накрылись медным тазом. Спартан Экс 2 тоже хорошая игра. Ну, а коробка? Какой? Спартан Экс 2. Спартан Экс 2. Спартан Экс 2. А, Спартан Экс 2. Не, у меня её нет. Там, блин, я же хотел список посмотреть. Мне там писали... Жаб про Диманхэттен Мишнс. Ну там, да, это... Не, а я это сама предлагал. Проходили уже... На... На... Я в школе знаю, что у тебя картридж есть. Это... Как там... Warriors and Wizards, как он там... А, есть, да. На NES у меня есть. Wizard and Warriors. Вы туда. Это на NES-ку сейчас... По-моему, что ты... Я не видел, чтоб кто-то проходил. Да? Вроде спал проходил. Ну, вот я её до конца не проходил. Я там, вроде, далеко доходил, но не до конца. Так, из-за этого... Так, из-за этого... В целом она прикольная для стрима? Да, да. Она прикольная, на самом деле, игрушка. В общем, нет. Тихо... Что там в списке? Коля, давай... ДКММ 5 на дефолте. Ой, это вообще будет просто. 5... А4. Так, у меня есть... Так, у меня есть Майк Амур, у меня есть первый остров. У меня есть Red Racer, по-моему. У меня есть... Star... Star Soldier есть. Что ещё у меня есть? У меня есть Варёв Вуз. О, давай Варёв Вуз. Ха-ха-ха-ха-ха. О, да я езжу на первой скорости! Вот я лах! Пытаюсь вернуться от дорогов, езжу на первой скорости. Вообще нормально. Короче, что ли, на первой скорости? На первой скорости. Не может пройти, да. На первой скорости? Я всё это время на первой скорости едем. Вообще нормально. А, ну ещё, икария у меня есть. Вот ещё лучше. Да? Рассвет. давайте собираем выкариваю а давай чуть на таре на таре мы же почти во все поиграли у пашки основное такое прикольно почти а ван пицы через какой-нибудь ван пицы блин а может и есть на вишке а у меня есть на третьей соньки ван пицы чем мы будем играть третью соньку не знаю не потолка дай паше поиграть тут написали один давки реквест ухо торгов пацана капитан америка у всех истерика капитан америка будет на америка будет когда-нибудь ждать наверное может быть я думаю что это будет наверно что-нибудь больше чем не эфир дают так так намекаю я могу в нее поиграть но я ее не пройду я сразу говорю из мандаркейт и кари и кари а в его пикаре я нашел или когда вспомнил тут вещь одну мне наверно было с марафону различительный я тогда просто не успел этот спейс мегафорс из типа ганнака даже не типа по моему что-то типа продолжения меня убивают будет рейти за игры тем что они начинают крутиться вокруг меня пишут the guardian legend secret edition 3 0 это что-то это прикол или че-то какой-то хак я не слышал ничего в нормальном хаке бардан и джек я два раза проходил ну да это нас точно тут оружие подходит пузыри я не знал что пузыри надо брать да ладно зельду мы первую проходили тогда четыре часа за него да и только первый поезд да первый поезд а третью кто нибудь проходил за егор не запрошу а четвертая какая была четвертая выходила линка выкин да по моему тут война верно нее раз миша стримим потом выходил там на геймбой смогли одна то все он было на геймбой арина 33 на калоре 2 из них эксклюзивно она вот они одна карина будет вопрос вот ли стримы игр от ps1 да наверно да наверно да я кто-то я давно думали на пример будет вскоре сениях а не здесь в этом сухом раму я в него и когда топом не играл вот этот шар помощь очень сейчас включил в общем на своей очереди и будут играть все подряд я помню как это брикман исполнял ски с кем он играл то с полном они исполняли как и устил вообще да 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 а нас дэкспектор мне все эти шин застрелить да я хочу по возможности завтра тоже не здесь придавать предлагать все банк экшен это скорее теперь он я был заучил все и за три минуты пробежал шесть наверно ну достали другими так чуть не с их стороны летает особенность звучит как я за три минуты и я не мог пройти угадай мелочи я пойду это и курса 6 а я за три вы хотели давай угадывай без названия хрома триггера уже провести назвать игры из разыгра пошел даешь шаттер хэнд шаттер хэнд у меня есть только глючит пропопок треть да дойдем бесконечно да я могу дойти до второго босса приветствовал он пришел на время по хиране прожить кажется пропустил джазов если ты только сейчас пришел он что за нича позорюсь передом голом не выставлен пройти а сколько всего 6 или 7 даже почти конец могут от трудный блин между но трудная не ждал что столько трудно все будет до этого как трудно не было тут по прям такой корт-корп причем он мы так довольно быстро сегодня справляемся чуть если честно нет я засел я буду отречиться я теперь они для этого проходил прошел быстрее чем сейчас уже на шестом это power blade 2 2 не а сейчас я ползу нажму это разобраться для сколько всего уровней легендов кейдж придувается поэтому по лесу бежит этот ниндзя да у меня кстати есть лет за лыжинтов кейдж 2 как думал какую она приставку логинга ндс по лес да она на дс я как то реплает упоминал я я ее чисто случайно увидел в магазине и сразу же взял такая забавная игрушка на самом деле можно поиграть можно я сливаю он что пройдите вон x 3 а смысл чего пойдут на нас требовал на кухне да за но не было стримы как каштая разница триме лучше же пройти то чего не было вообще без низный пример но это был пожалуй нужный пример пакет хайкл там то там другой но да там другой режим и наверно меня нету сил к ворум наверное я его продал но он был на платке чай такой игры сася на кем туда и мая все головы все кого учу а можно американскую версию а а а а москва к к а москва 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 к в пройдите холл 3 а кстати он будет и я не как я в принципе знаю как это москва москва м а м 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 Пописали по поводу GoNex2 Ага, помню Ээээ...